Итак, сходила я на парад ВМФ в Санкт-Петербурге, чтобы посмотреть самолёты. Это была моя самая главная цель. Ну и попробовать снять Путина. Никогда ещё его не снимала. Всех лидеров Британии уже сняла, а Путина нет. Ну, в общем, получилось у меня снять его, правда, издалека, с Благовещенского моста, но что-то немножечко видно. Зум у меня, сами знаете, какой хорошо ловит объекты вдалеке. Ну и потом, после того, как я сняла Путина, пошла просто по английской набережной. Не на саму набережную пробиваться сквозь толпу, а снимать как раз-таки толпу, которая встречает вот эти вот военные катера, военные корабли, парад которых проходил по Неве. Опять же-таки, я не знаю, это, наверное, просто совпадение на английской набережной. Я встречала парад военных кораблей. Ну а после этого начался, наконец-таки, долгожданный мною парад военных вертолётов, самолётов, истребителей. И даже российский триколор выпустили в воздух, когда пролетали последние самолёты. Мне очень понравился военно-воздушный парад. Военно-морской я уже видела. Ну и потом мы просто с мамой погуляли в Александровском саду, посмотрели, как моряки празднуют свой праздник. Можно так сказать, после пандемии это был, наверное, первый такой огромный, широкого формата праздник для большой аудитории в Санкт-Петербурге. Ну а так как я люблю значительные праздники, очень много интересного, что можно снять на них, естественно, я постаралась попасть в центр города. И что смогла, то вам и показываю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А вечером, кстати, прогремел салют у Петропавловской крепости, состоящий из 3000 залпов. Вот так вот, такими вот масштабными событиями Санкт-Петербург встретил праздник День военно-морского плода. Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова